Ну вот, друзья мои, мы пришли с вами еще в одно великолепное место. Я вас привезла. Это опять наш пролив Соланд. И вот там вдалеке вид на форт. Еще один форт. То, что я вам рассказывала когда-то. Вот сегодня. Несмотря на то, что очень пасмурно, но тепло. Плюс 18. И 18 октября. Вот здесь сегодня у нас полный прилив. Вот вода, видите. Она практически уже подступила к самому прогулочному маленькому такому пирсику. Вода прозрачная. Вода хорошая, но она холодная. Купаться, конечно, тут уже в октябре вряд ли получится. А я вот сейчас с вами... Вот видите, такой вот здесь узенький проходик, пирсик. Здесь люди любят гулять. И тут, в общем, когда вода не очень большая, ну и даже вот когда она большая, как сейчас, но она спокойная, то можно гулять вполне по себе прекрасно. Ну а если, в общем, волны высокие, если какой-то небольшой ураганчик, то тут гулять не рекомендовано, потому что волны забивают на этот пирс. Во-первых, мало того, что тебя катит всю, но ты еще можешь и пострадать, может сбить с ног. Поэтому здесь везде написано dangerous, it's high tired, water, it's stop walking. Ну то есть поняли, что тут, если высокая вода, гулять здесь dangerous опасно. Ну вот, ну, в общем, вот такие у нас великолепные места на моем острове Айлоу-Уайт, который мне очень нравится и в котором жить одно удовольствие. Единственное, конечно, плохо то, что здесь из-за того, что он удален проливом от Мейнландо, от основного материка английского. Здесь как бы специальная такая территория и здесь трудно найти работу, здесь трудно купить машину хорошую, в общем, все это. Вот даже мебель я когда себе искала, покупала, вот, допустим, заказываешь через сайт, пишут, что бесплатная доставка. Ну, везде бесплатная доставка. На наш остров, на остров Айлоу-Уайт и на остров Айлоу-Мэн, другой, на севере Англии, доставка уже стоит 20 пунктов и выше. Ну, в общем, вот такие вот нюансы. Ну, а машины, как сами понимаете, гнать ее сюда, это очень дорого. Поэтому в основном покупаются те машины, которые здесь, и люди знают, знают в салонах, которые продают, то, что я вам рассказывала. Цены, в общем-то, выше, чем на материке. Вот, ну, я когда, я вам начала уже рассказывать о том, как здесь ухаживать за машиной, но я когда вот с вами поеду обратно, я постараюсь опять включить камеру в машине, и я вам буду тогда уж рассказывать продолжение обо всем этом. Вот здесь вот, однако, уже денджерс, я смотрю, впереди волны, видите, волны бьются, и волны брызгают. Опа, о как, видите, как. В общем, это вот уже называется небольшой денджерс, вот сейчас и на меня блескнуло. Вот, видите, здесь вода уже подошла. Вот, обратите внимание, она уже подошла к самому пирсику. И она брызгается во всю. Ой, ну, гулять, конечно, я же говорю, одно удовольствие. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Спасибо, не надо наживаться. Так, наверное, в общем, я думаю, что, чтобы меня все-таки тут не заплескало. Ох, красота. Чтобы меня не заплескало, думаю, что... Вау-ой-ой-ой. Думаю, что это денджерс, я пойду назад. Туда за угол я не пойду. Ну, там я вижу, очень, очень плескается вода. Ну, приятно. И обратите внимание, не знаю, опять же, видно вам или нет, какая она прозрачная. Вон там видно даже камни довольно-таки далеко. Видно внизу вот эти глыбы камней, желтоватые такие. Очень красиво. Просто великолепно. И вот, невзирая на то, что у нас конец... Не конец, а середина октября. Здесь, на удивление, нет желтых листьев практически. Не знаю, почему. Но вот у нас только единственный каштан. Он пожелтел, скрутился весь. Он даже не пожелтел, а поржавел. Знаете, как каштаны? Они скручивают листья, ржавеют и обсыпаются. А в основном лес весь стоит зеленый. Ну вот, что еще хотела вам рассказать. Что я вам хотела рассказать. Что здесь еще можно сказать про англичан. Ну вот, то, что они, конечно... Если вы иностранец, если вы приезжий, даже сколько бы вы здесь не прожили времени, вас все равно, вам будут улыбаться, с вами будут общаться, разговаривать. Где-то в пабах, допустим. А уже так, чтобы, знаете, подружиться и конкретно приходить в гости, там, или еще что-то. Это, в общем, не будет такого. Они стараются от иностранцев как-то держаться отдельно. Вот, когда я замуж вышла, мой муж англичанин был. Я вам, если захотите, расскажу историю, как я вышла замуж, как я попала в Англию. Вот, но я сейчас не об этом. Так вот, когда мы поженились, то, конечно, он имел какие-то общения, он имел каких-то друзей. Естественно, что он сразу меня с ними познакомил. И мы к ним ходили в гости, и они ходили к нам в гости. И, в общем, какие-то такие поддерживали отношения. Ну, хочу заметить, что... Да, и, в общем, расцеловывались, и, в общем, все ко мне, как я поняла.